Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу сегодня российский ученый-астрофизик, профессор Российской Академии Наук Юрий Ковалев. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свой вопрос. Также звоните из-за рубежа код плюс 371 и номер ватсап 230-6191. Начнем с последних новостей. На потенциально обитаемой планете К2-18Б впервые была обнаружена вода. Что это значит для космоса, для человечества в целом? Да, это новость, по-моему, вчерашнего дня, достаточно такая позитивная для нас. Но фактически смотрите, что это означает. Мы живем на планете, которая обитаема и на которой есть вода. Если мы находим еще одну планету, на которой есть вода, значит вероятность того, что она обитаема, потенциально высокая. И это означает, что в будущем эта планета становится предметом нашего достаточно пристального внимания и серьезных исследований. Потому что у нас есть возможность обнаружить на далеких планетах, сейчас такая возможность, скажем так, немножечко это сложно делать, но вот с введением в строй новых телескопов это окажется все более и более реалистично. Мы можем искать молекулы, связанные с жизнью, с органической, например, жизнью, с активностью на той или иной планете. Фактически речь идет о возможности, не обязательно искать, значит, сверхразум, но какие-то вот органические соединения, какую-то подобную органическую активность. И вот эту планету теперь мы будем более подробно исследовать, возможно, там есть какая-то жизнь. Но это открытие уже назвали умопомрачительным, профессор, можно ли так сказать? Ну, послушайте, я тоже писал большое количество пресс-релизов, и когда в Штатах работал и в Америке, в Штатах и в Европе, и в России, каждый выдумывает свои слова для того, чтобы эти пресс-релизы разошлись пошире в мире. Ребята придумали слово умопомрачительное, ну, замечательно, вот вы на радио это слово повторили, значит, уже успех, они использовали правильное слово. 111 световых лет до этой планеты, насколько это далеко, учитывая, что мы слышим о расстояниях, которые гораздо больше, там, цифры, там, 111 тысяч, например, световых лет. Вот 111 световых лет в плане возможности дальнейшего изучения новыми телескопами. Насколько это близко? Возможность изучения телескопа, на самом деле, определяется не в прямую расстояние, а расстоянием и связанным с этим, и там, яркостью, да, уровнем излучения, которое мы получаем. Ну, давайте с чем-то сравним, что понятно нам, правда? Вот расстояние от планеты Земля до центра нашей галактики примерно 8 килопарсек, то есть примерно чуть больше 20 световых лет. Вот всего лишь до центра нашей галактики около 20 тысяч световых лет, а до этой сотни, да? Ну, очевидно, что оно совсем близко, и это, конечно, прикольно. То есть расстояние меньше, чем-то еще. Я занимаюсь квазарами, далекими галактиками активными, в центрах которых находятся сверхмассивные черные дыры, массами миллиарды масс Солнца, вот до них миллиарды световых лет. Так что эта планета находится просто у нас на заднем дворе. Ну, расстояние в данном случае имеет значение? Вы сказали о том, что это не самое главное, тем не менее, когда мы говорим о космосе, говорим о Вселенной, насколько это важный фактор при изучении? На этот вопрос нельзя правильно ответить. Это, естественно, важный фактор. Однако на сегодняшний день на нашей планете есть настолько чувствительные, настолько большие телескопы, как на планете, так и вращающиеся вокруг нее космические телескопы, что мы можем изучать Вселенную вплоть до ее видимых границ. Но в то же время, ведь в одном из интервью, как раз, когда говорили с астрофизиком, сравнили работу астрофизика, астронома с работой историка, потому что мы ведь получаем излучение в зависимости от того, на каком расстоянии она находится, и это уже история, то есть звезды или той планеты, когда мы получаем эти данные. Совершенно верно. То есть то, что мы видим, скажем, от центра нашей галактики, произошло 20 тысяч лет назад. То, что мы видим от этой звезды, произошло около сотни лет назад. То, что мы видим от далекого Казара, произошло миллиарды световых лет назад. Ну, да, это просто факт. Соответственно, ну окей, мы можем оценить, что на данной планете сейчас прошло 100 лет. Но, наверное, за 100 лет принципиально ничего не поменялось, поэтому если мы обнаружим на ней какую-то активность, ну вот за 100 лет, наверное, принципиально эта органическая активность, если вдруг она там есть, мы не знаем, как раз сейчас будем изучать, ну вот она, наверное, принципиально не поменяется. То есть если, допустим, сейчас в рамках такого рассуждения и предположения, на планете есть жизнь, разумная жизнь, но мы не сможем с ней коммуницировать и не сможем с ней установить контакты именно по причине того, что слишком серьёзное отставание по времени будет. Ну да, во-первых, давайте не будем предполагать, что есть разумная жизнь, потому что тогда наши слова обязательно кем-нибудь будут неправильно потом процитированы и будет сказано, что мы с вами утверждали, что там есть разумная жизнь. Давайте сформулируем так вопрос. Если есть разумная жизнь на расстоянии 100 световых лет от Земли, сможем ли мы с ней коммуницировать? Ну вот если мы будем использовать современные возможности, тогда понятно, что сигнал идёт 100 лет, соответственно, ответ ещё 100 лет, через 200 лет мы получим ответ. Соответственно, современными методами коммуницировать будет достаточно, это будет достаточно занудный процесс, да, потому что на каждый вопрос мы будем получать, на каждый а-ля вопрос мы будем получать а-ля ответ, если мы вообще смогли контакт этот самый наладить через 200 лет. Ну, не знаю, по мне 200 лет не так много. Ну, говоря о телескопах, вы являетесь руководителем научной программы наземно-космического интерфометра «Радиастрон». Вот что это такое, что это такое «Радиастрон»? Это телескоп, который работает как-то иначе, не так, как мы привыкли это понимать. Да, да, совершенно верно, да. Мы используем не один телескоп, а мы используем сеть телескопов, то есть большое количество телескопов, в данном случае радиотелескопов, одновременно исследуют какой-то космический объект. В случае с «Радиастроном» один из телескопов находится в космосе, благодаря чему расстояние между телескопами становится больше, чем диаметр Земли. Почему это важно? Потому что чем больше расстояние между телескопами, тем больше так называемое угловое разрешение этой системы, то есть наша способность изучать мелкие и мельчайшие детали космических объектов. Вот с помощью интерферометра «Радиастрона» мы изучали далекие квазары, мы изучали пульсары в нашей галактике, мы старались заглянуть в центр нашей галактики, изучали облака межзвездного пара и даже пытались проверить общую теорию относительности Эйнштейна. «Радиастрон» работал с середины 2011 года, мы его запустили с Байконура летом 2011 года, вот до начала 2019 года. Этого года он закончил работу в январе, и сейчас научные группы из примерно 20 стран мира занимаются обработкой, анализом данных и публикацией результатов. «Радиастрон» занимается фундаментальными исследованиями. «Радиастрон» действительно был посвящен только фундаментальным исследованиям. При этом вот эта техника радиоинтерферометрии с отвердленной базой, она ежедневно используется всеми нами, совершенно в прикладных приложениях, потому что любая система глобального позиционирования, включая те, которые лежат у нас в кармане, пользуются услугами GPS или GLONASS, фактически без подобных радиоинтерферометров работать в принципе не может. Радиоинтерферометры также используют далекие квазары, как такие реперные точки на небе. Они очень далеко, поэтому практически не двигаются по небу. И относительно этих реперных точек нам удается с высочайшей точностью измерять параметры вращения Земли. Фактически говорить, в какую сторону направлена ось вращения Земли. А она двигается по небу. Так вот, для того, чтобы GPS и GLONASS могли дать необходимую точность позиционирования, нам нужно знать, куда направлена эта ось. И вот фактически радиоинтерферометрия каждый день или раз в несколько дней проводит подобные измерения и выдает эту информацию в центры, обслуживающие GLONASS, GPS. Ну и сейчас, вы знаете, подходят также европейские и китайские системы такие же. Вы сказали о том, что пытались проверить теорию относительности Эйнштейна. Вот ключевое слово «пытались» в данной ситуации. Что у вас получилось или не получилось? Значит, на сегодняшний день она устояла. То есть дедушка Эйнштейн все еще прав. Этот вывод сделан на основе обработки нескольких сеансов соответствующих измерений. Всего мы набрали многие десятки сеансов, и фактически перед нами стоит цель обработать все эти сеансы, соответственно, увеличить точность этой самой проверки и сказать, опять же, был Эйнштейн прав или нет, сравнивая то, что мы получаем с предсказаниями общей теории относительности. Я могу на пальцах объяснить, о чем идет речь. Дело в том, что часы ходят, тикают по-разному в разном гравитационном поле. И мы фактически сравниваем, как тикали часы, атомные часы, на борту нашего спутника с тем, как они тикают на планете Земля. На планете Земля гравитационное поле значительно больше, в космосе оно меньше, потому что спутник то уходил дальше, то приближался ближе к планете Земля. И вот различие в темпе ухода часов, это как раз то, что мы проверяем, потому что общая теория относительности с хорошей точностью предсказывает, что должно быть. И мы проверяем, это различие соответствует предсказаниям или нет, пока соответствует. То есть пока есть ли вероятность того, что теория Эйнштейна может пасть? Ой, ну пасть ни в коем случае. Смотрите, какая штука. Теория относительности Эйнштейна, если очень упрощенно, уточнила ньютоновскую механику, правда? Но ньютоновская механика совершенно не пала. Просто есть определенные условия, в которых она не работает. В принципе, возможно, что общая теория относительности не работает при каких-то условиях. И вот еще одна проверка, которой очень хочется заняться, если она устоит в результате того, что мы делаем на радиоастроне, это проверить предсказание общей теории относительности в сильном гравитационном поле черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Пока, к сожалению, черная дыра в центре нашей галактики нам не дается ее увидеть, потому что она, зараза, скрыта от нас плотным облаком рассеивающей плазмы, а еще она такая маленькая, и там все все время меняется очень быстро. И вот мы сейчас как раз с коллегами обсуждаем, что нужно сделать для того, чтобы ее увидеть. И фактически думаем про следующие поколения наземно-космических экспериментов, которые, может быть, нам позволят увидеть именно центр нашей галактики, разглядеть черную дыру в центре нашей галактики, точнее, то, что происходит вокруг нее, и проверить. А то теория относительности Эйнштейна в сильном гравитационном поле этой черной дыры. Она оценена с высочайшей точностью по орбитам звезд, которые вокруг нее двигаются, примерно 4 миллиона массов Солнца. Ну, а первое фото черной дыры, которое было сделано не так давно, вот как получение этого изображения черной дыры повлияло на развитие науки? Смотрите, мы будем с вами честными с радиослушателями, правда, они же поэтому вас и слушают, поэтому, конечно же, это и не фотография, и не черные дыры. Я вам сейчас расскажу. Значит, почему не фотография? Потому что это изображение получено как раз методами радиоинтерферметрии. И мы впрямую объекты не фотографируем. Мы получаем очень сложные экспериментальные данные, которые потом в результате очень непростой обработки собственно нам получается восстановить это изображение. Это восстановленное изображение. Причем, именно потому что у группы телескопа горизонта событий были сомнения, беспокойства в том, что не могут ошибиться. Они сделали следующее. Они внутри себя раздали все эти данные трём группам и запретили этим трём группам друг с другом разговаривать. И эти три группы тремя разными математическими методами восстанавливали это изображение. Складывали его в один центр, потом вместе съехались и посмотрели на то, что получилось. И только после того, как оказалось, что три принципиально разные группы, тремя принципиально разными методами получили одни и те же изображения. Причем это не изображение в результате наблюдения какого-то одного дня, а там четыре дня подряд, ну почти подряд, весной 2017 года это дело наблюдали. Все совпало. Вот тогда они, собственно, решились это обнародовать, будучи уверенными в своих результатах. Почему это не изображение чёрной дыры? Ну понятно, как можно получить изображение того, что чёрная. Поэтому на самом деле мы прекрасно понимаем, я уверен, что и ваши радиослушатели понимают, что это изображение фотонного кольца. Это просто изображение кольца фотончиков света, которые летают вокруг этой чёрной дыры. Но всё-таки, отвечая на ваш вопрос, это действительно является важнейшим результатом, который и даёт нам уверенность, что, продолжая исследование в этом направлении, мы сможем увидеть и чёрную дыру, точнее её окрестности, тень чёрной дыры в центре нашей галактики, сможем исследовать чёрные дыры, изучать их спины, то есть какой скоростью они вращаются, с хорошей точностью оценивать их массы, выстраивать теории, которые теперь уже уверенно могут основываться на том факте, что чёрные дыры действительно существуют, это действительно реальные объекты, а также, как я уже рассказывал, проверять общую теорию относительности Эйнштейна. Но для этого нам нужна именно чёрная дыра в центре нашей галактики. Почему? Потому что для этого нам нужно с высочайшей точностью знать массу чёрной дыры, а это возможно, к сожалению, только для достаточно близкой чёрной дыры, вот именно той, которая находится в центре нашей галактики. Мы знаем или, точнее, наверное, не знаем, но можем ли предполагать, что находится за горизонтом событий, что находится внутри чёрной дыры, и есть ли выход из неё, скажем так, если упростить? Я признаюсь вам, я регулярно получаю подобные вопросы, и я честно не отвечаю, что я точно не знаю. Вот если у меня есть коллеги с большей фантазией или с большей уверенностью в себе, я как бы преклоняюсь перед ними, но вот позвольте, я просто речь, что не знаю. Но воспользуюсь этим вопросом для того, чтобы, конечно же, обсудить следующий момент. На сегодняшний день многими всё ещё сильно критикуемая существует теория о том, что многие объекты, которые мы считаем являясь чёрными дырами, на самом деле могут быть кротовыми норами. И я уверен, что как вы, так и большинство ваших радиослушателей эти слова слышали, потому что когда я читаю нашу популярные лекции в начальной школе, то детки, сидящие в зале, знают, что такое кротовые норы. Так вот, действительно, уверенно ответить на вопрос чёрная дыра это или кротовая нора всё ещё достаточно непросто. Предложены нашими коллегами, теоретиками, ряд тестов, наблюдательных тестов, которые позволят разделить чёрную дыру от кротовой норы. Но это по-серьёзному возможно только в будущем. Если же говорить про такое общее мнение среди учёных, то большинство всё-таки считает, что мы им делаем именно чёрными дырами. В реальность кротовых нор верят немногие. Однако, вот надо быть до конца здесь честным, в реальность чёрных дыр полвека назад верило очень незначительное количество учёных. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами, говорим мы сегодня о Вселенной. Мы продолжаем, эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссёр Родион Золотарёв. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня учёный-астрофизик Юрий Ковалёв. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, задавайте вопросы, звоните из-за рубежа. На днях в космосе были зафиксированы многократные радиовспышки. Что это за таинственные сигналы, которые удалось из космоса уловить китайским астрономам? Давайте обсудим, если позволить, даже раздельно, вот эти самые таинственные радиовсплески и китайских астрономов. Потому что, ну хорошо, начнём с радиовсплеска. Смотрите, мы говорим про очень короткие, длительностью на уровне одной тысячной секунды всплески радиоизлучения, того самого излучения, на котором расходится ваше радио, которое приходит из космоса, совершенно с разных, заранее непросто предсказать, с каких направлений. Первый подобный радиовсплеск был найден, продетектирован, открыт в 2007 году. И возле 2007 года началась неторопливая охота за подобными радиовсплесками. Это очень сложно сделать, вы же понимаете, потому что начнём с того, что их непросто отделить от помех. И кроме этого, так как мы не знаем заранее, откуда они придут, радиоастрономам нужно одновременно смотреть на достаточно большую область неба, для того, чтобы иметь какой-то реалистичный шанс их проетектировать, увидеть. А радиоастрономии как раз есть проблемы, что область неба, которую обычно телескоп смотрит, она достаточно маленькая, ну там не больше, скажем, чем размер диска Луны. И придумывали специальные методы, как увеличить как раз участок неба, который одновременно может радио телескоп увидеть. Говоря про помехи, расскажу вам, что наши австралийские коллеги, которые вначале были лидерами по количеству найденных в подобных быстрых радиовсплесках, попали на подобную проблему. У них, достаточно близко к телескопу, была тётенька, которая пользовалась микроволновкой. И она пользовалась микроволновкой в совершенно особом виде, как некоторые из нас с вами тоже делают. А именно, она не дожидалась, пока микроволновка закончит разогревать её еду или питьё. И она открывала дверцу микроволновки, когда микроволновка ещё работала. В момент открывания дверцы, конечно же, излучение микроволновки выключалось, но часть излучения выходила через щель. И это излучение и его свойства были очень похожи на свойства быстрых радиовсплесков. И это была громадная проблема для наших коллег. Они долго мучились, наконец-то локализовали эту тётеньку в своей микроволновке, и у нас даже вышла научная статья на эту тему. Это действительно очень тяжёлая задача. В начале, как говорит мой коллега Сергей Попов, он немало лекций на эту тему читает именно про быстрые радиовсплески. Кому интересно, из радиослушателей, в Ютубе поищите. Серёжа Попов, Сергей Попов, быстрые радиовсплески. И он в начале этой науки последние многие годы говорил, что вы знаете количество моделей, идей, что из себя представляют быстрые радиовсплески, больше, чем количество пойманных радиовсплесков. И это действительно ситуация была таковой до недавнего времени. Она принципиально поменялась в прошлом году, в 2018-м, когда несколько групп, точнее две группы, умудрились построить такие инструменты, такие телескопы, которые в состоянии видят большой участок неба одновременно. Это одна группа в Австралии и другая группа в Канаде. И вот австралийская группа опубликовала сразу результат по 20 пойманным таким вот быстрым радиовсплескам. И канадская группа, по-моему, по десятку пойманных радиовсплесков. Сейчас, наверное, их около 50, надеюсь, я не вру. Было громадное количество моделей, и фактически друг с другом боролись две из них. Одна предполагала какой-нибудь такой замечательный взрыв, что-нибудь взорвалось. Например, две нетройные звезды друг вокруг друга вращались, потом слились, и в результате слияния произошел взрыв. Или какой-нибудь хитрый взрыв звезды сверхновой. И была вторая модель, которая предполагала, что речь идет про повторяющиеся события, то есть которые могут произойти раз, еще раз, еще раз, еще раз. И подобные модели, подобные идеи обычно связывались с чем-нибудь похожим на нейтронную звезду. Ну, например, с пульсаром или с магнитаром. Вообще это очень красивые вещи, пульсары. Я уверен, мы сейчас с вами про них поговорим. Это фактически то, что остается после взрыва сверхновой. Часть звезды, внешняя оболочка разлетается в результате взрыва сверхновой. Часть остается, и вот сжимаясь, мы получаем звезду диаметром в районе 10 километров с совершенно уникальными свойствами. С магнитным полем на поверхности на уровне 10-12 Гаусс, или, кто помнит из курс школьной физики, Тесла, 10 в восьмой степени Тесла. Вы, возможно, мне не поверите, но плотность ее вещества примерно миллиард тонн в кубическом сантиметре. И вот подобные звезды, вращаясь, излучают очень яркий свет. Мы его видим как пульсации, видим регулярно. Но, может быть, в дополнение к пульсациям этого света, потому что чиркает лучик света по Земле, на них происходят какие-то достаточно редкие взрывные процессы. И вот эти редкие взрывные процессы мы видим как вот эти быстрые радиосплески. Причина, почему вот именно эта идея сейчас начинает выигрывать, связанная с тем, что мы уже нашли несколько повторяющихся радиосплесков. То есть радиосплески, которые приходят из одного и того же участка неба. Почему я так долго все это рассказывал? Потому что китайские радиоастрономы... Теперь переходим к нашим китайским коллегам. Что они сделали? Они построили большой телескоп. Они большие молодцы. Кстати, вот не знаю, вы когда-нибудь обсуждали у себя на радио, какие молодцы латышские радиоастрономы? Если не обсуждали, то обязательно задайте мне про это сегодня вопрос. Я вам расскажу, какие... У нас есть проект «Звездочка», телескоп «Звездочка», который под Венцфосом стоит. Вот, вот, вот. У вас есть замечательный 32-метровый радиотелескоп, который раньше использовался главным разведческим управлением СССР, а потом он остался. Поговорим отдельно, если заходите. Китайские радиоастрономы. Сейчас про этих молодцов мы поговорим. Они построили самый крупный телескоп в мире, который представляет из себя одно зеркало. Он имеет диаметр 500 метров. И это очень хитрый телескоп. Потому что он расположен в такой вот чаше земляной. И его форма сферическая. И сферическая форма зеркала далеко не самая замечательная форма. Она с большим трудом фокусирует излучение. Поэтому что они сделали? Они сделали для него активную поверхность. Его поверхность состоит из панелей, которые могут двигаться вверх-вниз под разным углом и в результате выстраивать уже параболическую поверхность, необходимую за тем, чтобы следить за космическими объектами и исследовать космические объекты. Так вот эта задача технически крайне сложная. Первый свет, то есть первые наблюдения, они провели уже несколько лет назад. Но для того, чтобы ввести все моды своих наблюдений, требуются многие годы. И наши китайские коллеги уже научились следить за космическими объектами. В частности, они сказали, окей, давайте мы наведемся на уже известный, в 2012 году открытый, первый повторяющийся вот этот быстрый радиосплеск, и будем его наблюдать. И они за ним следили, наблюдали, и они накопили около ста подобных событий. То есть они от него поймали около ста быстрых радиосплесков. И вот об этом с большой гордостью и рассказали. Но среди обывателей возникает вопрос сразу, радиовспышки это инопланетяне говорят об этом? Нет. Значит, те радиоспышки, про которые мы с вами говорим, это не инопланетяне. В каком смысле? То есть мы можем их объяснить в рамках современных физических представлений, как физические события, происходящие вот в нейтронных звездах или в магнетарах. Это нейтронная звезда с очень большим магнитным полем, еще большим, чем ток, о котором я говорил, и с очень сильными токами, которые по ней текут. И вот фактически короткое замыкание на поверхностях подобных звезд может приводить к подобным событиям. Так что это, скорее всего, конечно же, никакие не инопланетяне. Но есть на данный момент, стоит ли перед наукой вопрос о возможном существовании каких-то сигналов, которые могут принадлежать, назовем это как фантастической литературе, внеземным цивилизациям. Есть то, что пока ученые не могут объяснить и допускают вероятность того, что мы получаем сигналы от кого-то или чего-то? Послушайте, мы же занимаемся наукой, а не религией. Конечно, мы допускаем вероятность чего угодно. Но если говорить серьезно, то перед наукой, конечно же, стоит этот вопрос. И существует направление исследований, которое как раз занимается поиском сигналов искусственного происхождения. В частности, наверное, многие слышали слово «сети», которое занимается поиском, как я сказал, сигналов искусственного происхождения. И мы эти сигналы ищем в тех данных, которые мы получаем. Это как бы экспериментальная часть данного направления. Есть даже теоретическая часть этой науки. Наши коллеги, ученые, размышляют, на какой длине волны, в каком диапазоне длины волны, вообще в электромагнитном ли спектре мы можем ожидать с наибольшей вероятностью увидеть подобные сигналы. Обсуждаются разные варианты. Ну, например, смотрите, у нас есть планета Земля, и мы, конечно же, излучаем в результате своей жизнедеятельности. Понятно, что мы светимся, потому что у нас светятся фонари и все остальное на Земле. Понятно, что мы излучаем, как какие-то радиоволны проходят через атмосферу Земли наружу, и мы излучаем, потому что у нас есть радиосвязь, у нас есть телевизор и все остальное. Вот подобные вещи. Мы пытаемся предсказать, где искать. Мы пытаемся искать. Мы действительно ищем. Пока ничего, что можно было бы уверенно интерпретировать как сигналы искусственного происхождения, ученые не нашли. Найдем, расскажем. Ничего мы не секретим от простых смертных. Если вы смотрите разнообразные сериалы, которые рассказывают вам о наличии громадного количества трупиков зеленых человечков, не верьте им, пожалуйста. У нас есть звонок сейчас. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я кончила школу в 63-м году. Нам законы физики были худо-бедно понятны. У меня не на познание помогало жить, потому что все это было, можно сказать, прикладное. А вот как вы можете объяснить нам, простым людям, зачем нужны поиски воды на каких-то дико далеких планетах, изучение черных дыр, вот эти вот какие-то пульсары, излучения. Понимаете, люди многие считают, что это просто трата денег напрасная. Спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо. Замечательный вопрос. Спасибо громадное. Очень приятно такие вопросы получать. Ну, давайте начнем вот с чего. Вы же понимаете, что подавляющее большинство финансовых средств, которые вкладываются в экспериментальную науку, они вкладываются, как бы они не идут в карманы ученых, они вкладываются в развитие технологий. И я вам сейчас просто очень быстренько расскажу про три технологии, которые просто связаны с, ну, конкретно деятельностью астрономов за последние десятки лет. Все эти три технологии вам хорошо известны. Ну что, начнем с цифровых фотоаппаратов. Вот опять же, в кармане каждого лежит цифровой фотоаппарат, у нас практически пленочных уже не осталось. Может быть, вы не задумывались над этим, но вы должны благодарить астрономов за это. Потому что астрономы утомились уже десятки лет назад фотографировать небо в телескопы на фотопластинке. И мы придумали такую штуку, которая называется ПЗС-матрица, прибор с зарядовой связью. Позвольте, я не буду подробно сейчас рассказывать, что это такое, потому что вы фактически его имеете у себя в кармане. Вот мы вначале разработали эти системы и начали их использовать на наших оптических телескопах, а потом промышленность довела их до нужного состояния, и теперь каждый пользуется цифровыми фотоаппаратами. Вторая технология, которой вы пользуетесь, это Wi-Fi. Вот мало кто знает, но, по-моему, это даже написано в Википедии. Вы должны благодарить за Wi-Fi черные дыры. Вот спасибо вам громадное, что вы позвонили. Вы как раз про черные дыры спросили, вот вам раз Wi-Fi. Смотрите, история вот какая. Несколько десятков лет назад английский ученый, сэр Мартин Рис, предсказал, что должны быть как раз радиосплески от слияния черных дыр, если я не ошибаюсь, и их стали искать на голландском радиотелескопе. Ну, радиоинтерферометре, не будем надаваться в детали. И для того, чтобы обработать эти данные, пришлось развивать определенные очень хитрые технологии, а также для того, чтобы доставить данные из телескопов в центр, который проводил обработку данных, собственно, местный инженер придумал первую версию этого самого Wi-Fi. После того, как он отработал на этой обсерватории, без шуток, именно он переехал в Австралию, стал заниматься там наукой, и параллельно, собственно, реализовал вот эту самую технологию Wi-Fi. А в чем там сложность? Сложность в том, что раньше считалось, что его нельзя реализовать, потому что, когда мы ставим вот подобную, блочок, да, раутер Wi-Fi у нас в квартирах, то радиоволны будут перетерпевать множественные переотражения между стенками наших квартир. И раскодировать этот сигнал, использовать его для радиосвязи будет невозможно. Вот именно этот инженер, начав разрабатывать эту технологию, когда мы искали всплески от слияния черных дыр, по-моему, наверное, с нейтронными звездами, уже не помню, он довел ее до ума, Wi-Fi вошел в нашу жизнь, а организация, в которой он работает, запатентовала эту технологию, и сейчас, если я не ошибаюсь, имеет примерно миллиард долларов в год выгода от этого дела. Ну и третий момент, про который я сегодня уже говорил, вот как раз те самые радиоинтерферометры, которыми мы занимаемся, вот проект «Радиоастрон», большое количество телескопов, которые разбросаны по всему миру, изначально эту технологию придумали, как вы совершенно справедливо сказали, исключительно только для того, чтобы изучать далекие квазары, черные дыры, вот мы построили изображение нашей коллеги из телескопа горизонта событий, чень черной дыры увидели. Но сейчас без этой технологии ни ГЛОНАСС, ни GPS работать не будет. Без этой технологии, которая позволяет нам с высокой точностью определять так же, как летают наши спутники. Мы не сможем спутниками управлять, садиться на Марс и так далее. Вот это, на самом деле, если коротко, то причина, почему имеет большой смысл странам вкладывать деньги в фундаментальную науку. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефона прямого эфира. Звоните нам, задавайте вопросы, также пишите по WhatsApp 230-6191. Квазары, пульсары, вот вы как раз несколько раз упоминали эти термины, ведь для многих это красивые слова, но все-таки пульсары ведь тоже там достаточно сложно происходила процедура их открытия и вообще понимания этих явлений. Да, вы хотите историю про нашу любимую Джессалин Белл, я слышу. Да, с пульсарами была история следующая. Наука движется вперед достаточно активно и сейчас многие явления, которые мы экспериментально наблюдаем, теоретики в состоянии предсказать заранее. В частности, то же самое тень черной дыры была предсказана десятки лет назад, гравитационные волны, за которые несколько лет назад дали Нобелевские премии, Нобелевскую премию за их детектирование были предсказаны еще в рамках общей теории относительности Эйнштейна сто лет назад. Что касается пульсаров, которые были открыты около полувека назад, их примерно в это время стали обсуждать, это правда, однако наши коллеги английские, которые их открыли, они, наверное, не считали соответствующие статьи и не ожидали увидеть их излучения. Был построен телескоп для исследования, если я не ошибаюсь, распространения радиоволны в атмосфере, и аспирантка, которая на нем работала, увидела какие-то пульсирующие сигналы из космоса. Сразу это дело засекретили, надо признаться, я думаю, что засекретили главным образом для того, чтобы разобраться, что это такое и чтобы просто открытие не утекло в чьи-нибудь чужие руки. Первая идея, которая им пришла в голову, что да, это зеленые человечки, даже этот первый пульсар был назван LGM-1 Little Green Man 1 Маленькие зеленые человечки под номером 1. Нобелевскую премию потом получила не аспирантка, а ее научный руководитель. Известная история. При этом сама Джесселин Белл, которая открыла пульсары, очень успешный ученый, очень позитивный ученый, я с ней общался и, по-моему, имеет абсолютно все возможные награды за исключение Нобелевской премии. И, в общем, по-моему, радуется жизни, занимается наукой в госпитале в Оксфорде, то ли в Кембридже, не помню. Как я рассказывал, что такое... Да, почему подумали, что это зеленые человечки? Потому что повторяющийся сигнал, то есть очень похоже на маяк. На самом деле, сегодня мы уже об этом говорили, фактически пульсар сделать достаточно просто. Для этого нужно подождать, пока у звезды произойдут все необходимые термоядерные реакции, водород должен перегореть в гелии, гелий там дальше, 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 все это до железа. А вот уже железу дальше очень сложно термоядерную реакцию проводить эффективно, перестают элементы друг друга превращаться с выделением энергии, поэтому что происходит? Звезда прекращает излучать. И излучение изнутри, давление света прекращает компенсировать гравитационное сжатие звезды. В результате происходит гравитационный коллапс, то есть звезда резко начинает сжиматься. И в результате этого сжатия, резкого сжатия происходит взрыв, взрывается сверхновая, сегодня я уже рассказывал, ее внешняя оболочка разлетается, в результате может получиться очень красивая туманность, а внутри остается либо черная дыра, либо очень компактная звезда, мы ее называем нейтронной звездой, с очень большой плотностью, и она вращается. Из ее магнитных полюсов начинает литься свет. Практически обязательно это произойдет, потому что при сжатии резко увеличится магнитное поле. При резком увеличении магнитного поля вы эффективно начинаете ускорять частицы, и они начинают излучать. Вот этот лучик света, луч света при вращении звезды, если нам повезло, что луч света направлен именно в сторону Земли, начинает чиркать по нам, и какие-то пульсары раз в секунду, какие-то раз в миллисекунду будут производить подобные увеличения, и потом уменьшение излучения, которые мы видим на Земле. Это вот я поговорил про пульсары. Могу и про квазары рассказать, чтобы все это было понятно, а то квазары только называют какие-то маленькие кафешки. Расскажите о квазарах. Да, расскажите. Квазары. Рассказываю про квазары. Почему-то я не знаю, но мне в жизни попадались только квазары, маленькое кафе или какой-нибудь маленький сельский магазинчик. Вот я видел квазары на Земле. Они были ближе к вам. Квазары. Да, да. Страшно внутрь заходить, потому что, в принципе, я знаю, что внутри должна быть черная дра. Итак, квазары это галактики не совсем как наша галактика Млечный Путь, потому что, в отличие от нашей галактики, у них в центрах есть большое количество собранной пыли, газа, и вот эта пыль и газ сформировалась в виде диска, потому что во Вселенной обязательно что-нибудь двигается, обязательно что-нибудь вращается, при вращении вот эффективной формы это диск, мы его называем аккреционным диском, и внутренние части этого диска падают, аккрецируют на центральную сверхмассивную черную дыру. В центре нашей галактики черная дра 4 миллиона массов Солнца, а вот в центрах подобных квазаров, которые намного более эффективно кушают, они употребляют вот это вот вещество с темпом в тысячи, может быть, даже больше раз, чем то, что происходит, может, в миллионы раз больше, чем в нашей галактике. Это центральная черная дыра увеличивается в размерах, как я говорил, миллиарды масс Солнца, и часть падающего на нее вещества, около одной десятой, выбрасывается наружу в виде очень горячих и очень ярких джетов, выбросов, струй. И эти самые струи мы можем видеть на Земле. соответственно, если вспомнить про квазар или более аккуратно надо назвать активная галактика М87, в центре которой недавно увидели тень от черной дыры, то если использовать телескопы, которые посмотрят на эту галактику не только на сам ее центр, но покрупнее сделают фотографию, то мы увидим как раз вырывающийся из центра такой красивый джет. Если задать еще один вопрос, который многих, если не волнует, то многие его задают. Вселенная бесконечна и можем ли мы измерить бесконечность? Вселенная бесконечна, однако ее видимая часть, часть доступная нам для исследования, конечно же, конечна. А может ли быть что-то, что бесконечное? Потому что человеческое сознание ведь это с трудом может принять, что есть что-то, у чего нет начала и нет конца? Вы знаете, я с этим соглашусь, да, мое сознание долго не принимало это, мой папа рассказывал мне в детстве, что вселенная бесконечная, я ложился спать и засыпая, пытался себе представить бесконечную вселенную, я представил себе как я лечу и вот я все-все-все лечу и никак оно все не кончается. В общем, так я не смог себе представить по-честному бесконечную вселенную. Человеческая фантазия может, наверное, все, потому что человеческая фантазия почти безгранична. Но если говорить про нашу вселенную, то благодаря или из-за по вине Эйнштейна, Альберта Эйнштейна, любое взаимодействие, любая информация распространяется в нашей вселенной со скоростью не больше, чем скорость света в вакууме, то есть 300 тысяч километров в секунду. Поэтому простите, пожалуйста, но та вселенная, которую мы можем изучать, про которую мы реально можем разговаривать, обсуждая ее свойства, это вот та вселенная, которая для нас видима, у нее вполне четкие границы, к сожалению, и вот с ее самых дальних концов то, что мы видим, это то, что Иосиф Самович Шкловский предложил называть реликтовым излучением, микроволновым излучением, которое является последующим от Большого Взрыва. Виталий задает вопрос, у нас, к сожалению, очень мало времени, сколько всего галактик? Могут ли ученые дать ответ на этот вопрос? Да, на самом деле это не так сложно сделать, потому что вы считаете количество галактик в каком-то ограниченном объеме, и потом это распространяется на всю Вселенную. Я надеюсь, что я не совру, сказав, что их миллиарды. Галактик миллиарды. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Ученый, астрофизик Юрий Ковалев был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, Анна Вадим, до свидания. Всего доброго.